Дмитрий Петров Вы лучше снимайте крышу Госдумы, когда мимо нее будут проходить колонны Через час шествия толпу оглашают возгласы, все смотрят вверх С крыши Государственной Думы летят листовки, видеокамеры выхватывают человека В одной руке он держит российский триколор, другой к флагштоку прикрепляет красное полотнище Все продолжается не более 10 минут В это время первые ряды демонстрантов уже участвуют в митинге Лидер московских коммунистов Александр Куваев начинает выступление с упоминания об этом инциденте Но в том смысле, что руководство КПРФ здесь ни при чем Кто сейчас поднимал красный флаг над Государственной Думой? Но мы поддерживаем этих смельчаков! То ли Куваев был не в курсе, то ли еще что Злоумышленника же задержали немедленно Как сообщил в программе Вести руководитель службы по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Сергей Девятов Это помощник одного из депутатов Госдумы У него имелся пропуск в здание и он поднялся на крышу И на несколько минут заменил флаг России красным полотничем Сотрудники ФСО, охраняющие здание Нижней палаты парламента Задержали этого гражданина и передали его представителям ОВД Тверское Позже выяснилось, что у задержанного было удостоверение помощника депутата Госдумы от КПРФ Владимира Никитина Если вспомнить, что две недели назад во время пожара в соседнем здании гостиницы Москва На крышу Госдумы выбралась целая толпа зевак То сегодняшний случай не кажется таким уж невероятным Скорее всего, помощник депутата воспользовался тем, что на крыше здания велся ремонт Режим допуска был ослаблен Срывание государственных герба или флага Уголовный кодекс Российской Федерации Расценивает как надругательство над госсимволикой С какой бы целью это ни совершалось Статья 329 Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы сроком до одного года Дмитрий Петров, Илья Бернацкий и Борис Агапов Вести Субтитры создавал DimaTorzok